Пять водоемов, семь локаций, 25 тонн мусора. В Сургуте прошла экологическая акция «Чистый берег». В ней поучаствовали около трех тысяч горожан. Общими усилиями очистили от мусора около 23 километров береговых зон. В числе активистов – чиновники, депутаты, общественники и наша съемочная группа. Как-то так. Бито не битого везет. Депутат окружной думы Ринат Айсин – постоянный участник многих экологических мероприятий. В этот раз присоединился к акции «Чистый берег». Вместе с коллегами из Сургутской думы и городской администрации очистил место будущего городского пляжа на Югорском тракте. Прежде всего, конечно, внимание надо привлечь к тому, что если кто-то отдыхает, то надо убрать за собой. А те, кто убирает, тоже сделают замечание, если вдруг увидят. Это же наш город. Как мы можем так относиться к нему? Вот тут люди позагорали и тоже сразу мусор свой бросили. Кто за ними будет убирать? Вопрос резонный. Тем более, что территория официально является бесхозной. То есть за ее содержание фактически никто не отвечает. Вполне возможно, что в скором времени, когда зону облагородят и благоустроят, ее возьмут на баланс. Однако пока чистота здесь – зона ответственности отдыхающих. Кому еще нужны мешки, могу еще выдать. Но, как убедились эко-волонтеры, это скорее зона безответственности. Среди находок – бутылки, одноразовая посуда, заржавевшие мангалы и даже нижнее белье. В общей сложности на уборку территории пляжа ушло меньше часа. Депутаты не могут поступить иначе, потому что мы – это наш город. Ключевое слово – наш город. Наш город – наш дом. А дом должен быть чистым, должен быть светлым, должен быть теплым, должен быть благоустроенным. Без уборки мусора этого никак невозможно. За чистоту и частоту проводимых субботников ратует и глава города. Он уверен, что такие мероприятия нужно проводить чаще, чтобы как можно больше сургутян выходили на передовую борьбы с мусором. Если чисто, то и мусорить не хочется. Поэтому надеюсь, что горожане совсем отнесутся к этому с пониманием и сами будут, во-первых, дисциплинированно вести в отношении защиты природы. В то же самое время пусть выходят на те территории, где они проживают, где они отдыхают, чтобы содержать их в чистоте, в порядке. В этот раз берег стал чище на семи локациях – Хуаби, Саймы, Черной речки, ручья в Кедровом лагу и озеро на Югорском тракте. Только за один день собрали 25 тонн мусора, а экодесант прошел 23 километра береговой линии. Но несмотря на то, что число активистов и проводимых акций год от года только растет, увы, увеличивается и число захламленных и загрязненных территорий. Как показывает практика, те, кто мусорит и те, кто убирают, это совершенно разные люди. А раз так, каждому из нас есть над чем задуматься. Татьяна Расторгуева, Александр Бабаев, Сургут, Интерновости.